Продолжение следует... Возможно, это же будет хороший... Хотя и сейчас решили обижаться. Даже на уровне сельских поселений народ интересуется своей жизнью политической. И нам народ интереснее. И люди, я так считаю, что возвращаемся к давним советским временам, когда все ходили на выборы. Я увидела инициативных людей, которые будут работать на благо Кубани. Мы уже видим лидеров из кандидатов, конечно. Он определился для меня лично. За звание кандидатов губернатора Краснодарского края от партии борются пять человек. Мэр Туапсе, глава Каневского района, уполномоченный по защите прав предпринимателей, депутат ЗСК и кондитер Виталий Героев и исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. На стендах в холле краткая биография о каждом из них. О том, что не написано, кандидаты в кандидаты рассказывают уже сами. Здесь и история о том, сколько детей, например, у претендента Героева или кем хотел стать в юности бизнес-омбудсмен Кубани. Прозвучали и неизвестные для широкой общественности факты личной жизни исполняющего обязанности губернатора Вениамина Кондратьева. Добавьте к 42-м годам, даже пусть 18 лет, и вы поймете, сколько было лет маме. И добавьте к 52-м годам 18 лет, и вы поймете, сколько было лет отцу, когда я был студентом первого курса. Для меня было принципиально учиться на отлично, не потому что я, может быть, был отличником, потому что у меня была принципиально важна эта стипендия. Стипендия была федеральная, это было очень высокое. Это был мой заработок, я это прошел. Поэтому для меня сегодня понимание о жизни несколько иное, может быть. Просто оно сделано именно из реальности этой жизни. От истории личной жизни к делам публичным. Каждый из пяти кандидатов рассказывает о том, в чем он видит развитие региона. Люди просто хотят жить в нормальных, комфортных человеческих условиях. И задача власти, нет, нет, я думаю, и задача власти, и задача власти. Друзья, не будем хлопать. И задача в том, что мы должны это дать. И хлопать надо тогда, когда власть сможет это обеспечить. И знаете, чего еще просили люди? Просто просили их не обманывать. Поэтому я не хочу этого делать. И не буду. Я не хочу давать тех обещаний, которые не смогу выполнить. А если я сказал и еще скажу, я обязательно это сделаю. Каждый из претендентов давит на свои сильные стороны. Например, бизнес-омбудсмен Игорь Якимчик, если станет губернатором, обещает дать вторую жизнь всему малому бизнесу Кубани. Тот процент предпринимательства, именно малого и среднего, которого в крае есть, 28%, конечно, это минимально. Нужно постараться за ближайшие 7 лет разработать так, чтобы данная доля была выше и дошла хотя бы до 60%. Те, кто хочет попытаться стать кандидатом в губернаторы от «Единой России», выступят на семи площадках, где должны доказать это право больше, чем 3 тысячам делегатов. Последний прошедший праймерис в Тихорецке собрал почти 600 человек. Политические смотрины прошли успешно, признаются делегаты. Например, в предвыборной программе Вениамина Кондратьева, наряду с развитием малого бизнеса и продуманного обновления системы ЖКХ, отдельно услышали и, пожалуй, о самой важной задаче для региона. Бюджет 2015 года, коллеги, опять-таки, он с серьезным дефицитом. Это в целом нехватка средств на определенные программы, в том числе и на социальные. А это и есть та самая жизнь людей. Поэтому для меня это приятная задача. В крайнем случае снимать деньги с высокодоходных отраслей экономики, но все равно кидать на социальные программы, потому что они должны быть на 100% пополняемыми. Важно, чтобы все-таки мы ушли от мегапроектов, от финансирования мегапроектов. В сторону сел, районов, поселений, в сторону детсадов, школ, спорта, там, где это необходимо. После выступления всех участников праймерис самое главное – тайное голосование. Напротив фамилии понравившегося кандидата выборщик должен поставить галочку. Выступить наблюдателем на этом праймерис во время подсчета голосов никто не вызвался, хотя по регламенту это сделать могут как представители кандидатов, так и аккредитованные средства массовой информации. Сейчас посмотрим, как проходит подсчет голосов. Скажите, пожалуйста, сколько времени уходит примерно на подсчет? Ну, опыт показывает, что около полутора часов. Дело в том, что выборщики вправе ставить от одной до трех отметок, и это, конечно, немножко затягивает подсчет. После прошедших трех праймерис уже определился явный лидер. Больше всего партийцы хотят видеть своим кандидатом на выборах в губернаторы Вениамина Кондратьева. В Армавире и Тихорецке он набрал больше 90% голосов. В Славянске на Кубани чуть больше 88%. После из трех самых популярных кандидатов на заседании партии выберут одного, который поборется за пост губернатора Краснодарского края 13 сентября. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24.